Все хотят реформаторов-волонтеров, чудес не бывает. И реформы в белых перчатках тоже никто не сделает. Я должен найти трезвого человека, которому не страшно отдать в руки пенсию. Только 5% сотрудников согласились перейти на полную занятость, ну гораздо большее деньги. Через 5-10 лет за любым дышащим сотрудником будут бегать 10 работодателей. У нас монополия только на здравый смысл. В деревне мы конкурируем с церковью, мы и церкви, все, больше никого там нет. Игорь Смелянский. Родился в Одессе. 43 года. Первое высшее образование получил в бизнес-школе университета PACE в Нью-Йорке по специальности бухгалтер-аудитер. Позднее закончил еще два американских университета с дипломами юриста и MBA. Работал в консалтинговых компаниях Boston Consulting Group. BCG и KPMG. Отвечал за поглощение в украинском ПУ и российском промсвязьбанке. В апреле 2016 года назначен гендиректором Укрпошты. Когда гуглишь Игорь Смелянский, то первое, что подсказывает поисковик, Игорь Смелянский зарплата. Это святое. Я видел, вы заработали 4 миллиона гривен в 2017-м или 2018-м году. В 2017-м, да? То есть это меньше 150 тысяч долларов, меньше 15 тысяч долларов в месяц. Вам, как человеку с большим бэкграундом в бизнесе, в консалтинге, не маленькая зарплата? Ну, знаете, как говорил Эйнштейн, все это в жизни относительно. То есть, если читает, что там написано, то я думаю, что большинство считает, что она большая. Абсолютно. Что касается зарплаты, конечно, это понятно, что она не та зарплата, которая, скажем так, обещалась, когда я приходил на этот пост. В силу разных юридических причин не получалось ее там выплачивать, так как обещали, потому что там была бонусная составляющая, я был выполняющий обовески, ему нельзя платить бонусы и так далее, и так далее. Ну, конечно, я считаю, что она низкая, она была поднята в 2018-м году. Ну, дальше посмотрим. В 2018-м году произошло знаменательное событие в вашей жизни, вы стали руководителем акционерного общества, а не Держ... Ну, в иконуечь обовески я стал 1 марта 2017-го, мы провели самую быструю в Украине корпоратизацию, меньше чем 8 месяцев, по-моему, она заняла. Это я пришел 1 июля 2016-го, а 1 марта 2017-го начало действовать, по сути, акционерное товариство. Ну, и вот я был в иконуечь обовески, и вот с 1 июля 2018-го я стал уже непосредственно генеральным директором. Этому какая-то драматическая история предшествовала? Вы как бы объявили, что вот я ухожу в отставку, или это просто была рутинная вещь? И та, и другая. На самом деле, действительно, у меня истекал контракт, который был тогда заключен 2 года назад, и я предложил выбрать один из вариантов продолжения контракта, либо он истекает, либо заключается новый. Это не был никакой не вопендреж, ничего, а просто, понимаете, как в Украине и часть команды большая приходила под меня. Соответственно, оставаться исполняющим обязанности, значит, приходит человек на интервью в этот кабинет, он спрашивает, ну, все хорошо, а вы как долго будете тут работать? Да, я знаю. Поэтому я сказал, что такая большая компания, она не может быть в подвешенном состоянии, либо доверяют генеральному директору, либо нет, причем я был окей с двумя вариантами. И сказал, что нужно как-то из этой ситуации выходить и сходить, и вот было принято решение, которое было принято. А у вас борт, наблюдательный совет есть? Он появился в декабре 2018 года, там, за две недели, скажем, до окончания года. Сейчас уже есть. Я понял. Но борт, я хочу, чтобы все как-то не совсем четко знают украинские законодательства, борт только назначает генерального директора. Пока у нас его выбирает номинационный комитет, организованный правительством, да, поэтому у нас, скажем так, корпоративная реформа, она немножко не до конца доведена, или, скажем так, она в промежуточном состоянии, поэтому борт может назначить того, кого выберет номинационный комитет. Ну, там дальше уже детали. Кому принадлежит Укрпочта? Министерство инфраструктуры, ну, государству, но вот если четко читать устав, то 100% акции Укрпочты принадлежит Министерству инфраструктуры Украины. Ну, это я просто подвожу нас к философской мысли, что я здесь как представитель акционера. Акционера, да, да, я так и считаю. И тогда, чтобы закончить с зарплатами, то есть вы в 2018 году уже получаете более серьезную зарплату? Какой у вас годовой доход? Годовой не скажу, месячный оклад 748 тысяч гривен. Ну, то есть вы потихоньку становитесь таким же малопопулярным, как Андрей Коболев. Вы знаете, я, кстати, смотрел на это, большинство наших сотрудников считает, что я должен получать 40. Поэтому уже 100 и 748, они нерелевантные цифры, на самом деле. 40 тысяч долларов? 40 тысяч гривен. Ну, вот я проводил опрос, это 10 зарплат почтальона. То есть, вот, считается, раз я неплохо работаю, в принципе, мне можно платить 40. Не, ну я как акционер не против, сейчас вы мне объясните, какую ценность вы приносите. Ну, вот, было бы просто интересно, я спросил, мы сэкономили Укрпочта, получила все призы, наверное, которые возможны в Украине по прозрачности закупок. Пока еще никто не смог перебить и цены, которые мы покупаем. Ну, так для понимания, на 2,5 миллиардов гривен закупочного бюджета мы сэкономили 500 миллионов. Уже даже больше, наверное, сейчас уже 600-700. Как вы считаете экономия? По большинству части от предыдущих закупок, от рынка. Если бензин, это от рынка. Ну, потому что вы знаете, да, у нас по Прозоро часто судят. Не, не, ну давайте, очень простой вариант. Мы, например, купили терминалы для приема карточек, да, мы их купили, по-моему, по 280 долларов. Если вы посмотрите, почему их покупают банки, вы поймете, какая разница между нашей закупкой и банковской, она там мерится. Государственные банки или частные? Ну, частные же не публикуют. Поэтому, ну вот, приблизительно, вот такие. Мы публикуем наши цены, я всегда, когда на кто-то там в коррупции обменяю, я говорю, покажите, где дешевле можно купить, я с удовольствием там куплю. Вы сэкономили мне 500 миллионов гривен? Да, и при этом, когда я вот спрашиваю сотрудника, я говорю, смотрите, вот 500 миллионов сэкономили, он говорит, ну ладно, вам 40, ему 25. Поэтому, это, как вам сказать, это не популярная вещь в любом случае, я говорю, могу о зарплатах говорить вечно, я спрашиваю, смотрите, вы же хотите такой сервис, как у наших конкурентов? Да. Вот я переманиваю людей оттуда, потому что нужно откуда-то их брать. Я говорю, почему они, получая там 5000 долларов, придут к нам на 1000? Чтобы что? Они там медальку в конце получат, что произойдет? Айтишники, ну вот они стоят столько на рынке, вот мы за эти два года внедрили, телеграм-бот, чат-бот, фейсбук, у нас интеграция с 150 почтами мира по АПИ и так далее. То есть, это все должны делать люди, которые достаточно дорого стоят на рынке, и вот они меньше не стоят, рынок вот такой, какой он есть. Поэтому, но эта вещь не популярна, эта вещь не популярна, она не будет никогда у нас популярной. Что я единственное могу сказать, что я говорю, вы знаете, при всей моей декларации, у меня три высших образования США в лучших вузах, я как раз за каждую копейку в своей декларации отчитаться могу. А меня критикуют за зарплату, ну ладно, когда почтальон критикует, это понятно, а когда меня критикуют депутаты, которые всю жизнь в политике, но у них дом в Кончезаспе и Мерседес, я понимаю источник этого, я знаю, что большинству людей проще воспринимать того депутата, который официально получает 300 долларов, живет в Кончезаспе, в трехэтажном доме. Ездит на Мерседесе. Потому что он не нарушает конвенции. Да, более того, они знают, что он украл, но сколько точно не знают, а моя зарплата известна. А второй момент, это дает им право тоже немножко что-то украсть. А я когда пришел, сказал, что буду давать по рукам и воровать нельзя. А воровали все. Почтальоны за наличку разносили рекламу. Кстати, как они сейчас с компанией? Они знают, что если я поймаю, они будут уволены в этот же день. И сколько вы уволили на этом? Вы знаете, боятся. Боятся. Меня более того предъявляют претензии те, кто с ними договаривался. Говорят, с вами невозможно договориться. Говорю, да. Хорошо. Почтальоны воровали. Кто еще воровал? Водители сливали бензин. Сортировщики сортировали левую корреспонденцию. Очень смешно. Мы закрутили гайки. Украина чуть ли не единственная страна, где объем почтовой корреспонденции, писем, увеличился. Такого не бывает. Да, почтовая корреспонденция сужается. Мы просто перекрыли каналы. Я когда пришел, в сортировочный центр заезжало 60 миллионов корреспонденций, выезжало 90. Просто включается счетчик, закрываются двери. И я когда пришел сюда, по-моему, был тариф 2,70 отправить, значит, стандартная марка. Можно было зайти в Яндекс и написать, отправить укрпочту за гривну. Там миллион объявлений, которые высвечивались и так далее. HR продавали места, мертвые души существовали, где люди не работали, получали. Закупщики, понятно, закупали, ремонтники ремонтировали. Ну, то есть, система была сбалансирована, абсолютно право. Она была сбалансирована сверху вниз, усырели наверх, но там же и да, и мне как бы тоже можно. Поэтому, когда мы пришли и сказали, нет, а воровать нельзя. Ну, во-первых, нужно было сказать, воровать нельзя совсем, потому что не все поняли, что совсем нельзя. Когда СБ показала первый срез, взятки уменьшились в 10 раз, но остались. Поэтому, я имел в виду, совсем нельзя. Ну, понятно, что постепенно ты понимаешь, что очень сложно, конечно, найти честных и профессиональных одновременно. Иногда приходится выбирать и путем разных изменений, скажем так, процессных, стараться делать так, чтобы вот эта коррупция ушла. Но, как ни странно, побороться с коррупцией было самое простое, что нам предстояло взять. То есть, мы, наверное, месяцев за шесть практически крупную коррупцию закрыли полностью. Все. Мы, ну, миллион инструментов. Подождите, это я просто как акционер, да, давайте возвращаться. Что у меня, как у акционера, отнимало коррупцию на Укрпоште? Прежде всего, она отнимала развитие, потому что, знаете, что такое 500 миллионов. Ну, так для понимания, вся инвест-программа Укрпошты за прошлый год, она была в разы увеличена по сравнению с предыдущими годами, на 400 миллионов гривен. Да, то есть, вот вся-вся вместе. Мне, когда пришел, было всего 20% отделения с компьютером, из них, правда, 20% были старше 20 лет. Мы поставили себе за цель компьютеризовать все села Украины, где живет более 2000 человек, 1650 сел. Почтовое отделение. Почтовое отделение, да, почтовое отделение. Потому что звучит как... Нет, нет, да, можно отдельно поговорить, почему мы там не нашли интернет. Так вот, эта вся программа, компьютеры, каналы связи, все, она стоила где-то около 150-180 миллионов гривен. То есть, вот представляете, объем инвестиций, который мы бы не смогли бы сделать. Да, там, мы купили машин за последние два года больше, чем за предыдущие 10 суммарно. Очень смешно, получилось в другом месте. Мы, ну, все знают, мы там продаем вермишель, там, порошок и все прочее. Как получалось, здесь закупали настолько дорого, что продавать это становилось... Ну, то есть, те, кто покупали у почтовленов, они это делали из жалости. Потому что понятно, что по нормальным ценам это не было. Мы убрали все коррупционные прокладки, теперь у нас цены одни из самых низких. Но самое смешное другое. Теперь, если раньше главы Селерат, у которых был свой магазин, они как-то нас не замечали, потому что, ну, только человек с больной головой мог купить по нашим ценам. Но теперь, когда мы это сделали по нормальным ценам, начинаются проблемы. То есть, вы нажили себе еще одну группу врагов? Да, да. Ну, вот здесь, вы знаете, иногда сложно предугадать. Мы купили новые машины. Вольво, Мерседесы и так далее. Теперь у нас есть специальный человек, который смотрит, чтобы водители на них садились. Потому что, если раньше они ходили с флагами, мы не будем на этом, значит, банке консерна ехать, то теперь, когда есть Мерседес, они на него не очень хотят садиться. Потому что, например, ну, разные были случаи, если, например, немножко тебе тяжело было после выходных выйти на работу, ты звонил, говорил, машина поломалась. Тебе писали восьмерочку в табель, не ты же виноват, машина поломалась. Да, плюс выделяли какой-то коленвал. Мало того, что ты получал за это, потому что еще мог там продать коленвал. Мерседес, а не ломается, но он на гарантийном обслуживании. Поэтому, собственно, и он жрет в три раза меньше, чем газон. Поэтому, вот, когда проводите такие реформы, нужно всегда понимать, где может выскочить. И вот это, где может выскочить, оно, конечно, ну... Я думаю, невозможно понимать, нужно просто знать, что обязательно где-то выскочит. Да, и реагировать просто оперативно. Вот мы уже с этим, как бы, к этому подходим, мы это теперь знаем. Понятно, что это опыт, который есть. Потому что, ну, знаете, как казалось бы, то есть мы что-то хорошее сделали людям. У них теперь, знаете, в некоторых дальнобойных машинах кофеварки появились. Представляете, нашим водителям не на Мазах ездили, которые, извините, на морозе нужно было ключами. Теперь у них в машинах кофеварки есть. Ну, так сказать. Вы наполнили Укрпосту предпринимательским духом. Получили банковскую лицензию? Нет, мы получили лицензию на Эквариен. Но я видел, что вы уже аргуетте валютой. А, валюты, да. А почему такой курс плохой? Ну, на самом деле... Моржа просто... Кстати, курсы, на самом деле, мы по факту, если говорить с точки зрения чисто торговли валютой, это скорее ограничение в нескольких офисах. У нас основной курс, который применяется, это курс для взаиморасчетов, который вы видите, с другими почтами мира. Почему? У нас же есть почтовые переводы, там, 180 почт мира, и мы их просто выплачиваем в гривне. И отправляем тоже, мы берем в гривне и отправляем в валюте. Поэтому, так сказать, так как мы не банковский институт, мы, по сути, не можем разместить эти деньги на овернайт, мы не можем с ними что-то сделать, мы, по сути, должны их взять, конвертировать и отправить. Поэтому, ну, вот курс такой, какой он есть. Вообще, надо было бы по факту, чтобы Укрпочта, мы за это боремся, это закон 6601, он есть в повестке дня Верховной Рады. Стыдно стране, которая идет в Европу, находиться по уровню доступности финансовых услуг на уровне Танзании. 40% украинцев не имеют базовых банковских счетов и никогда их не получат, если это не сделает Укрпочта. Потому что у нас 16 миллионов человек живет в сельской местности, где, как мы обнаружили, даже интернета зачастую нет, в Украине. А точно 16 миллионов? Да, я могу, ну, по официальной статистике, да. Давайте, как бы, говорить-то. Ну, смотрите, все очень просто. То есть, Украина, просто специфика страны в том, что это страна маленьких городов и сел. Вот, мне, кстати, поражает, что многие выступают даже на маркетинг-форумах, люди не понимают специфику страны. Кстати, это ошибка иностранных банкиров, которые заходили, они не понимали, где люди живут. Так вот, у нас 7 тысяч сел в стране, в которых живет менее 100 человек. 10 тысяч сел от 100 до 500. 4 тысячи от 500 до 1000. Вы в Госкомстат пересказываете? Нет, это ваши маркетинг-форумы. Ну, маркетинг-форумы, люди мы их конкретно носим, да. Да, так у нас 10 миллионов человек живет, 2 тысячи минус в сельской местности, называется, 2 тысячи. Подождите, смотрите, вот у мобильных операторов, да, есть свои оценки. Реальной численности населения в Украине, да, там, от 32 до 35. Да. Представить себе миллион. 37, скорее, да. Да, представить себе, что там практически половина людей живет в сельской местности, но это противоречит всем. Не, не половина, почему треть? Ну, 16 миллионов. 16 миллионов, 37. Ну, вот тех, да, на кем я в душу можно уменьшить, там будет 12, да, 12-10. Но именно треть страны, в нашей стране сохраняется пропорция, да, и, ну, самое важное, где они живут. И доказательства моим словам очень простые. Я когда начал работать 1 июля 2016 года, у нас было 11,5 тысяч отделений, вся банковская система вместе взятая была 10,500. Вот, на сегодня уже 8, я думаю, что будет меньше. То есть, доступ к банковским услугам, он все сокращается и сокращается. И это, ну, очевидно, зачем же вам карточка, если рядом некуда ее, извините, вставить и сложно воспользоваться этими услугами. Поэтому, ну, это тенденция не Укрпочта и не Украины на самом деле. Это тенденция мировая. Великобритания, можно любую страну взять, поэтому 87 ведущих операторов мира почтовых являются банками. Почему почта это последнее, что остается из цивилизации, ну, условно говоря, в малонаселенных пунктах. И на нее, естественно, вешаются вот все эти вещи. Да, вы, собственно, упредили меня, как представителя акционера, потому что, ну, я живу в городе, я живу в Киеве. Я думаю, как и там подавляющее большинство киеврян, я с Укрпочтой практически никогда в жизни не пересекаю. Вот тут вы ошибаетесь. Доля рынка коммунальных платежей Укрпочты 25%. То есть, при том, что в Киеве 7 пластиковых карт на душу населения, если я не ошибаюсь, 25% рынка коммунальных платежей. В Укрпочте, в Киеве, в Киеве. Вот, я пытаюсь для себя понять, а вообще, а нужно в современном мире, в 21 веке, почтовую монополию сохранять? На рынке, который, в принципе, может обслуживаться частными операторами. Да, если у нас есть цель предоставить финансовые услуги в село, да, если мы считаем, что это государственная задача, то это, наверное, государство должно просто выделять деньги из бюджета. А не по концу решить тендер, пожалуйста, оператор. Ну, вот смотрите, у нас же банковский, вроде как, рынок конкурентный, правда? Даже государственные банки есть, но только они, наоборот, скорость сокращают маржу, они развивают ее. Но если в селе живет 300 человек или 500, ну, даже в Excel сложно выйти на прибыль, да, то есть можно тендер проводить влево, вправо, да. Да, поэтому в других странах почему почта выбрана? Ну, почта не может не быть, да, то есть если государству все-таки, да, письма надо доставить, называется Universal Service Postal Obligations, который мы должны выполнять, это как часть Украины, часть Всемирного почтового союза. Если из Австралии в деревню Кукуева идет письмо, мы обязаны его доставить выгодно, его туда доставить невыгодно, да, это часть общей мировой системы. Поэтому имеется в виду, что если мы уже там должны быть, то самое дешевое, что можно представить, как государство может дотянуться до этих людей с финансовыми услугами, это именно через почту. Поэтому здесь придумывать ничего не надо. С точки зрения монополия, я всегда очень реагирую на это слово, а в чем у нас монополия? Вот в чем монополия Укрпочта, а ни в чем. У нас уникальная страна, а Укрпочта не является монополией. Ну, я как раз про это и хотел сказать, что я прекрасно свои почтовые потребности, как горожанин, удовлетворяюсь с помощью ваших конкурентов. Вот очень важно, как горожанин, да, то есть, а все за пределами, города, оно, ну, понятно, что в городе конкуренция. И в городе, ну, мы тоже должны за это бороться, мы за это боремся. Понятно, что было проигран полностью рынок, потому что им не занимались посылками, Укрпочта не занималась. Ну, так для понимания, когда я пришел сюда, за весь 2016 год Укрпочта отправила 46 тысяч экспресс-посылок, ну, то есть, там, где мы конкурируем, да, 46 тысяч. За вчерашний день было 110 тысяч. Да, вот за один день, два раза больше, чем за год, когда мы пришли. Это значит, что нам начинают доверять, нам начинают, начинают пользоваться. Нет страны, где есть один оператор, а у нас был один оператор, только это было не с почты государственной, а частной. Поэтому, на самом деле, магазины электронной коммерции как раз очень довольны, что появляется конкуренция, и за счет этого можно оперировать ценами. А самое большее недовольное, что у них появляется возможность предоставить до самых отдаленных частей нашего государства электронную коммерцию. Потому что бабушка раньше утюг купить не могла, для нее был праздник, нужно было поехать в райцентр, купить утюг и так далее. Мы сейчас дали ей возможность по каталогам заказать, она заказала, мы ей привезли. То есть, мы приближаем цивилизацию к вот этим людям, живущим в селах, потому что там ее нет. Понятно, что мы занимаемся это всем, мы хлеб там продаем, еще что угодно. Ну, в Excel выйти на плюс, где живет 300, 500, даже 1000 человек, можно только делая все вместе в одной точке, и делая это, в общем-то, достаточно эффективно. Поэтому, возвращаясь к целям государства, можно ли сказать, да бог с ними, с теми людьми, ну, не будет у них никогда банковского счета. Нет, мы не будем про это говорить, конечно, люди обязаны, мы, как государство, должны стремиться к тому, чтобы у людей был доступ ко всем услугам. Правильно, а вот тогда стоит вопрос, а почта тогда бог с ней тоже, потому что, условно говоря, вы в городе, ну, например, вот мы сейчас там работаем с полицией, да, по той же рассылке штрафов, с судами, да, но есть вот почтовая, скажем так, система, где мы вам гарантируем, что мы доставим, выгодно, не выгодно, там, и так далее, да, то есть есть система государственной почты, она есть во всех странах мира, даже в самых либеральных. Поэтому просто, если почта тоже должна быть, получается, если вы будете играть отдельный тендер, как обслуживать село по финансовым услугам отдельно, как по банковским, ну, как государство, вам это бы идется в несколько раз. Я просто не люблю, когда в одном предприятии или в одной организации сплетается социальное и коммерческое, да, потому что это ведет либо к росс-субсидированию, либо вообще к каким-то очень сложно понимаемым вещам, да? Ну, смотрите, я поэтому с первого дня сказал, я не верю, что государство нас будет субсидировать. Вот базовая стратегия Укрпочты, которая предполагалась, я говорил о том, что Укрпочта должна стать, при этом 95% почт мира субсидируется, 95%, ну, я могу привести пример, Почта Франции 160 миллионов евро в год только на газеты, а суммарная субсидия Почты Франции 500 миллионов евро в год. Ну, это по факту уже субсидии издателям, да? Ну, издателям, чтобы, да, тарифы были меньше, Почта Словакии получает 10 миллионов на содержание неприбыльных офисов, да, то есть в селах как раз, ну, и так далее. Я-то как раз считаю, что это справедливая и прозрачная модель, гораздо хуже, когда государство не платит за... Я же тоже за, но я не верю, что это произойдет, да, то есть я за два с половиной года убедился, ну, вот у нас нету, ну, как бы, я исхожу из того, что это не будет. Хорошо бы, чтобы было, но не будет. А можно такой циничный вопрос? Может быть, вы просто не хотите, чтобы государство субсидировало, потому что оно будет субсидировать, у ваших конкурентов появится стимул говорить, ребята, а зачем? Мы тоже готовы... Не появится. Не появится, почему я не верю в субсидирование, да? Не верю в субсидирование, потому что с нами пока еще только учатся рассчитываться по тем услугам, которые мы оказываем, еще мы до субсидирования не дошли, да, мы пока еще на уровне себестоимости пытаемся бороться. Ну, и понятно, у бюджета есть куча других вопросов. Смотрите, как бы мы ни хотели, страна будет урбанизироваться, да, то есть сельского населения... То есть в принципе население будет становиться меньше, к сожалению, часть Европы, а сельского населения будет становиться еще меньше, да, то есть как бизнес вы не будете вкладывать в те места, в те регионы, где будет чего-то становиться меньше, ну, по объективным причинам. Поэтому мы, как Укрпочта, предложили стратегию, где сказали, смотрите, нам от государства нужно там всего, по сути, две вещи. Первое, дайте нам закон 6601 принять, мы тогда будем не только сами зарабатывать себе на жизнь дополнительными услугами, ничего у вас не просить, но мы еще снизим затраты государства. Государство платит нам за услуги по доставке пенсии. Мы бы, переведя их в безнальную форму или частично в безнальную форму государству, бы сэкономили страшные деньги. А мы бы научились зарабатывать, потому что мы по факту вот в тех селах, мы как Амазон, закрытый инвариумент, мы привезли деньги, собрали деньги, привезли деньги, собрали деньги, потому что мы же там же коммуналку собираем, торговлю продаем и так далее, возим их туда-сюда, что можно было делать по безнам. Поэтому вот это первый закон. Второй закон дать нам право продавать недвижимость, которая нам не нужна. Мы бы тогда продали то, что нам не нужно и построили то, что нам нужно, сделав компанию, еще раз подчеркиваю, полностью самостоятельно, и потом ее можно продать, при условии, что если мы все-таки оказываем какие-то социальные функции, Public Service Obligations, они будут оплачиваться. 6601 это закон? О том, чтобы дать Укрпочте право открывать банковские счета, причем даже не кредитовать. То есть мы так закон выписали, чтобы он действительно закрыл белые пятна в украинской банковской системе. То есть все эти люди, которые находятся за пределами досягаемости банковской системы, мы бы их закрыли, более того, мы бы их привнесли в банковскую систему. Мы бы их привнесли, потому что вот эти вот крики, мы будем кредитовать фермеров, мы будем кредитовать сельское хозяйство. Ну, я говорю, хорошо, расскажите мне, как вы будете делать. У этих людей нет кредитной истории, и, честно говоря, их стоимость даже каждого кредитного платежа запредельна. В этом случае мы бы их привнесли, мы бы начали набирать кредитную историю этих людей, продавали бы их банки, ну, маркетплей своеобразный, где у любого банка, не только у большого, да, у среднего, может быть, у кого-то более продвинутого, была бы возможность достучаться до этих миллионов людей, потому что часто все конкурируют за вот эти 60%, да, или там 65%, которые живут в городах. Мы бы привнесли новую аудиторию, которая бы постепенно тоже начинала пользоваться банковскими услугами. Поэтому я считаю, что этот закон выгоден государству, в принципе, во всем другим вариантам. Поэтому, еще раз, наша стратегия не предполагает субсидий, она предполагает, как можно выйти на уровень безубыточности и прибыльности самостоятельно, а потом можно продать, если есть желание, потом продать, я считаю, это будет даже полезно. Ну, просто без субсидий кому-то и продашь? Не субсидий, без PSO, да, вот я сказал, чтобы паблик сервисы были. То есть, если на нас что-то возлагают, то это что-то должно быть... Все услуги должны быть оплачены. Должно быть, но если они оплачиваются по себестоимости с определенной маржой, вот я вижу сейчас, по газетам мы вышли в ноль, ну, хотя бы в ноль, то, значит, я считаю, что компания, может быть, и будет обязательно прибыльной. Вы упомянули приватизацию, да? Угу. Да, ну, плюс все корпоративные процедуры, которые мы прошли, да, мы прошли оценку недвижимости, мы прошли у нас, я буквально на днях подписал, вот уже был второй год аудита, я думаю, к сентябрю будет, к августу будет третий, то есть у нас будет три года International Audited Financial Statements, то есть с точки зрения всех корпоративных процедур, которые необходимы на нормальной компании, наблюдательный совет, аудиторский отчет, оценка, то есть мы все это прошли. Параллельно мы, понятно, набираем бизнес тот, который есть, да, и мы сокращаем вот эти убыточные услуги, которые были, приводя тарифы в состояние... Просто укрпочтой руководили политики, они, например, никогда с прессой не ссорились, да, там, бог с ней, что у нас убыточный тариф, ну, давайте его доставлять. Мы в этой игре больше не играем, есть себестоимость, да, вот есть себестоимость, есть прибыль, пожалуйста, по этим тарифам мы готовы работать. Поэтому тот факт, что мы очень сузили, скажем так, я надеюсь, что мы все-таки выйдем в этом году в прибыль, говорит о том, что мы двигаемся, наверное, в правильном направлении. Сколько может стоить укрпочта, да, при приватизации? Вы знаете, ну, здесь, наверное, вопрос скорее к инвесторам. Есть много, ну, есть много факторов. Мы сейчас там боремся, например, чтобы Украина и Укрпочта стала транзитным хабом. То есть, чтобы не в нас тот же самый международный бизнес китайский, европейский завозился из Европы, а мы стали тем самым хабом, который бы трансформировал и распределял изменения определенного таможенного законодательства. Совсем другие цифры, правильно? То есть, для сравнения, мы увеличили только экспорт в США, не импорт, а экспорт в США на 50% за год. То есть, в тоннах у нас уже мало не справляется, мы уже там через Люфганзу возим. Мы просто научили наших МСБ продавать не на базаре, а продавать на Amazon Fulfillment, на Итси, на eBay и так далее. Мы это Укрпочта? Укрпочта. Да, у нас есть экспортная школа, где мы учим людей, как им продавать на международных торговых площадках. Сейчас там с Турцией начали работать и так далее. То есть, транзитный потенциал Украины, он огромен. То есть, смотрите, из Китая самолет на Молдавию вы не наберете каждый раз, и на Белоруссию не наберете. А самолет на Молдавию, Румынию, Грузию и Украину наберете. Поэтому, если мы станем той точкой, которую будет распределять, которую сейчас, по сути, Польша, например, пытается забрать себе или Россия, то это совсем валюта. Это большой поток валюты, это снижение внутренних цен, кстати, и так далее. Понятно, что будут расти и Каммерс, и доля Укрпочты будет значительной. Смотрите, когда мы говорим о sustainable модели, она у нас есть. Мы, как я сказал, реализовали проект в Черниговской области передвижного отделения. Почему? Я считаю, что он sustainable, с одной стороны, с другой стороны, больше не будет требовать субсидий от государства. Когда требуются субсидии? В текущей модели. У вас есть отделение в селе, допустим, живет 500 человек, и оно вам стоит с каждым годом все больше и больше, а людей становится все меньше и меньше. И понятно, что каждый год вам нужно субсидий все больше и больше, чтобы его окупить. При передвижном они линии это модель, которая сжимается вместе или разжимается в зависимости от населения. Ну, стояли 4 часа, будем стоять 3,5. То есть, абсолютно адаптивная под нужды людей модель, с другой стороны, абсолютно прибыльная, не требующая дополнительных затрат, открывающая огромные возможности. Кто дешевле, чем Укрпочта, доставит лекарства эти всего. Там же нет пунктов аптечных, правда? Нет, с точки зрения государства. Дроны? Нет, почему? Ну, дроны дорого, поверьте, я уже это изучил очень хорошо. Водитель дрона получает больше, чем водитель грузовика. Нет, дронов, я думаю, не будет, потому что у нас покрытие, мобильная связь не такое, чтобы он был самонаводящийся, а водитель стоит дороже, чем водитель грузовика. Но почтальон же не может лекарства нести, потому что он летом испортится, а зимой заморозится. А машина с небольшим холодильником всегда довезет это лекарство. С другой стороны, мы туда едем полные, назад пустые, чем мы едем назад пустые, мы же можем у фермера что-то взять, привезти в магазин. То так же, как мы создали рынок для людей, которые привыкли продавать на базаре за 10 долларов, теперь за 200 продают на ebay или на амазоне. Точно так же, вот эта модель, которую мы предложили, она может быть, во-первых, обеспечить безубыточность Укрпочты, абсолютно, то есть прозрачно для любого инвестора обсуждаемая модель. И привнести дополнительные доходы, то есть дотянуться до тех людей, ведь впечатленную микроволновку тоже не понесется. Есть необходимые заказы, и Каммерс, который на нас смотрит сейчас, он понимает, что вот это недообслуженная аудитория. Вот, как вы сказали, городская аудитория уже обслужена, уже Глова есть, куча компаний, которые могут все это обслужить. А вот эти люди еще не там, это потенциальные клиенты, поэтому мы не говорим, что наша стратегия, она не подразумевает субсидии, она подразумевает нормальную оплату услуг. Для чего? Потому что, чтобы эти машинки запустить, нужно кредит взять, чтобы их купить. А кредиты тем, кто прибыль не генерирует, не дают. Поэтому, кстати, эта программа поддержана в том числе международными кредиторами. Они видят это как, по сути, единственную модель, дешевле не бывает, да, то есть, такая страна большая, да, то есть, людей становится меньше, а страна такая же. Я думаю, что Климов обязательно будет смотреть эту передачу. Вот, вы можете прокомментировать, встать на его точку зрения, да, вот что из того, что мы сейчас обсудили, там, с точки зрения его бизнес-модели, опасно для новой почты и потенциально опасно для конкуренции? Ну, если бы нас не было, и вот цены были выше. То есть, вы не даете расти прибыльности частного бизнеса? Ну, смотрите, у новой почты доля рынка, по их же утверждениям, 70%, да, мы порог монополизации знаем, да, 35%. Ты представьте, вот у нас не было. Наверное, лучше всего об этом говорят клиенты, с которыми, да, которые говорят, слава богу, что вы появились, да, теперь у нас есть какой-то выбор. А плюс, если вы посмотрите на уровень их цен, ну, общемировой бенчмарк считается, что доставка не должна превышать 6-7% от стоимости товара. Ну, мы пока, извините, не Евросоюз, да, и товары у нас достаточно дешевые. Получается, что если вы посмотрите на их уровень цен, то это отсекает определенный уровень электронной коммерции. Ну, просто вы же не будете за майку в 50 гривен платить 35 за доставку, правда? То есть, вот уже отсечение идет. Мы, естественно, позиционируем как то, что мы можем дешевле, да, может быть, не на следующий день. Но это дает возможность огромному количеству товаров попасть в сегмент электронной коммерции, быть доставленными, да, лучше, чем бесплатная доставка не бывает. Поэтому я считаю, что конкуренция – это хорошо. Я считаю, что я, наверное, доказал своими действиями, что за два с половиной года я не предпринял ни одного административного решения, мог бы, которое бы каким-то образом позволяло Укрпочте, там, не знаю, получать какие-то преимущества, да. Скорее, у частных операторов преимущество перед нами, в налогах. Мы не используем ФОПы, например. Почему вы не попробуете? Ну, во-первых, мы не можем. Почему вы не можете? Ну, например, мы доставляем пенсии. Доставка пенсии подразумевает ответственность нас от end-to-end. Мы не можем это никому делегировать. Да, понимаете, что в одной машине едет то и другое и так далее. Мы несем ответственность за доставку вам корреспонденции, в том числе и сюда. Мы тоже не можем никому делегировать. А новая почта не несет? Ну, как, она же не вот этими услугами, которые, ну, не рыночные, да, а которые вот из суда повесткой должна быть вам вручена, да, или там штрафы, или пенсии. Поэтому, да, они могут определить для себя, они хотят туда ехать, не хотят, там, их франчайзи, по сути, ведь за пределами городов это их франчайзи. Там, как он работает, это, ну, они за этим следят. Поэтому нет, мы это не можем себе позволить. При этом я лично считаю, что должны быть честные условия конкуренции, ну, либо такие, либо такие, но они должны быть честные. Я готов конкурировать и должен конкурировать в честных, одинаковых условиях. Поэтому нам говорят, что у нас какие-то преимущества, я говорю, скажите, какие? Да, то есть у нас монополия только на здравый смысл, и, как я сказал, там, если в деревне, мы конкурируем с церковью, мы и церковь, все, больше никого там нет. Поэтому здесь, ну, понятно, что любой бизнесмен хорошо, когда нет конкуренции, правда? Хуже, когда она есть. Потому что мы конкурируем за людей. Часть команды ко мне пришла из новой почты, часть директоров у меня из новой почты. Понятно, что вот те посылки, которые, да, вот раньше было 46 тысяч за год, а теперь 100 тысяч за день, они же откуда-то появились, правда? То есть они, понятно, где могли бы быть. Поэтому господин Климов говорит, что он нас не замечает как конкурентов. Я считаю, что это хорошо. Есть такой мой любимый фильм «Девелзе адвокейт», да, «Дашудной Василью Камик». Вот, поэтому, ну, хорошо. Значит, мы делаем все правильно. Вам нравится олигархическое телевидение? Мне не нравится. Вы согласны с тем, что знание – это сила? Я лично думаю, что знание – это сила. Вы верите в то, что лучшие решения рождаются в ходе спокойного, открытого, прямого разговора? Я верю в прямой, открытый, спокойный разговор. Поэтому я делаю канал «Крым» критичным мыслами. Канал, который служит только своим зрителям. Только зрителям и больше никому. Поэтому подписывайтесь на канал «Крым». Чем нас больше, тем интереснее наши герои, тем больше вероятность того, что те решения, те мысли, те идеи, которые мы обсуждаем с моими гостями, будут воплощены в жизнь. Та идеальная модель «Укрпошты», которую мы так затронули в разговоре. Можете в трех-четырех предложениях описать вот эту вот точку «Б», куда вы хотели бы ее привезти? Могу. Там за вами карта, есть 35 сортировочных центров. Они все ручные. У меня вся обработка вручную. Мне бы очень хотелось иметь… У нас сейчас идет проект, Европейский инвестиционный банк выделил грант и готовы финансировать, в принципе, «Укрпочту». Веря, опять же, к вопросу привлекательности компании. Должно быть 5-7 полностью автоматизированных. Мне бы очень хотелось прийти к этому никогда не будет, а через 3-5 лет максимум, наверное, 3 лучше. Это раз. Второе. Мне бы хотелось видеть не Халабуду, которые все троллят нас в селах, а передвижные отделения, в которых ездят люди с планшетами и обеспечивают людей финансовыми услугами. Вне зависимости, есть там интернет или нет. И, как правило, там интернет… На ездеходах будут ездить? Нет. Вы знаете, мы на самом деле 4 на 4 вполне машины справляются. Да, это некая комбинация, где есть дороги и где нет дорог. Но, в общем-то, наличие интернета гораздо сложнее преодолеть. И вот в этой части мы, например, сейчас дизайним систему, которая будет работать онлайн-офлайн. Потому что мы думали, мы там почтоленном найдем телефон, они будут в диджитал форме принимать платежи. Фигон очень высоко подкидывает, чтобы он поймал в некоторых случаях сигнал. Поэтому вот онлайн-офлайн. Все остальное – это будет чисто рыночная конкуренция. В городах, понятно, хороший, красивый офис, интеграция, значит, со всеми почтами мира. Хотелось бы привезти Амазон, понятно, надеюсь, у нас это получится синтегрироваться. Привезти Амазон что означает? Ну, сейчас не все, если вы покупаете на Амазоне, не все шиперы готовы отправлять в Украину. Вы не можете все купить. Если мы синтегрируемся Амазон, а это связка Amazon, USPS, Укрпочта, тогда шиперу будет все равно, он вообще не видит, куда он отправляет, его задача получить… Просто мы зашли, купили на Амазоне… Зашли, купили, Украина будет как опция, дефолтная опция при любой покупке. Поэтому, понятно, это сейчас инвестиции, айтма, цифровая передача данных, пока ваша посылка летит и все прочее. Но это, вишенка на торте, как говорится. Поэтому, если из таких глобальных вещей, я их описал, это новые сортировочно-автоматизированные центры, это передвижные отделения, которые дают возможность платить нормальные, хорошие зарплаты, а не по 1-0-2 ставки и пытаться искать людей на эти деньги, что, я думаю, в принципе, невозможно будет через 3-5 лет. И вот таким образом это будет хорошая, интересная, по сути, обеспечивающая связь всей страны. Возможно, одна из компаний, которая обеспечивает, по сути, связь всей страны. Приватизировать такую компанию лучше через… 3-5 лет, даже через 3 лет. Нет, я имею в виду IPO и порциями, или… Я думаю, что имело бы смысл это делать порциями, начать с 25-процентного пакета. Я думаю, что это может быть интересный как финансовым инвесторам, или каким-нибудь инвестиционным банкам, так и, вполне возможно, вполне конкретным, в целом, так, американским, европейским, или китайским профильным компаниям, или Alibaba, или так далее. Что сейчас с производительностью труда? Она не такая, как нам хочется. Это понятно. Ну, вот если сравнить с Пирс, со словаками, с немцами… Точно ниже, чем в Германии, очень сильно ниже. Но специфика нас тянет вниз. Ну, вот сельское морожа, условно говоря. То есть, понятно, что кроме посылок, по сути, ведь не растет ничего. Газеты падают, письма падают, количество людей там падает. А если мы не сокращаем, соответственно, количество наших сотрудников, а меньше, чем один почтальон, очень сложно сократить, или меньше, чем один оператор, то производительность она по определению… В городах она растет. В городах, более того, мы там сейчас поставили программу мониторинга, сколько операций каждый месяц. Раньше было раз в год все это планирование. Сейчас мы смотрим, по сути, каждый день мы видим количество операций. Но, вы знаете, дальше нужны инвестиции. Вот мы очень ограничены сейчас в инвестициях. Мне нужно поменять, наверное, 80% IT, чтобы быть более эффективным. Потому что вся эта ручная обработка, вся эта миллионная платежей на бумаге, она все ведет к страшной неэффективности. Но, к сожалению, мы были неприбыльны, а это сдерживало наши инвестиции, а могло бы очень сильно помочь. При правильных инвестициях мы очень сильно можем поднять производительность труда. В 2018 году вы получите прибыль. Я очень надеюсь, что так и будет. Книги не закрыты, да? Нет, ну, 18 год будет убыточный на 570 миллионов гривен. Что вам принесло такую дарину? Это тариф по доставке пенсии, который не пересматривался с 2004 года. Если смотреть без него, мы бы были плюс 400. Поэтому здесь очень простая математика. Это, наверное, последнее, что нам осталось с государством договориться, сколько эта услуга должна стоить. Простая цифра. 2016 год, зарплата почтальона 1550 гривен. Почтальон в среднем обслуживал 143 пенсионера. В 2019 год зарплата почтальона 473, больше, чем в два раза. Обслуживаем 120 пенсионеров. Почему? Понятно. Они, к сожалению, умирают и переходят в банки. Поэтому на единицу сотрудников пенсионеров меньше, а тариф на доставку пенсии не пересматривался, как я сказал, в 2000. Он в процентах от пенсии, но пенсии поднялись на 15-20%. Поэтому это последний тариф, который нам нужно наговориться с государством, сколько он должен стоить. Мы четко понимаем, сколько он должен стоить, и расчеты даже подтверждены в Минэкономике в частности. Поэтому если этот вопрос будет решен, и вот почему я сказал, что я позитивнее смотрю в 2019 год, потому что мы с государством договорились, и будет очевидно, почему компания на самом деле показывает нормальный результат. А приватизировать эту услугу в принципе невозможно. Я вам скажу больше, если не ошибаюсь, пенсионный фонд я выставил на тендер, когда у нас началось обострение. Никто не пришел по этим ценам. Вот это показывает... Вопрос, по какой цене он выставил, да? Да, он же по той цене, которую мы носим, поэтому, как я сказал... Конференция была задушена в зародуши. А мы же готовы носить за больше, да? Здесь же не вопрос. Смотрите, дешевле, чем укрпочта, но не может никто принести, потому что у нас частично это маржинал расходы. Почтальон идет, да? Вот он идет и с пенсией, и с письмом, и с посылками. Дешевле, чем укрпочта, никто в село лекарства не доставит. Скупая слеза сейчас у меня покатится по щеке. Давайте про людей поговорим. Сколько сейчас людей работает? Около 70 тысяч. Было 73-75. То есть 5 тысяч позиций вы уже... Оптимизировали. А какая целевая численность? Смотрите, вот нужно, во-первых, говорить, что даже когда было 75 тысяч, эквиваленте полной занятости было 52. И поэтому всегда цифры, они очень важны. У нас 55% сотрудников работают на неполную занятость. 55%. Поэтому, да, в чем считать? Люди отказываются переходить. Вот мне, например, очень невыгодно. У меня в некоторых селах 3 почтальона по 0,3. Представляете, как у меня есть в этом. У меня СВ 100%. И СВ берется от минимальной заработной платы. Поэтому у меня, по сути, если человек работает на 0,3, я ей плачу 900 гривен и налогов 900 гривен. Поэтому, но люди отказываются переходить на полную занятость. А иногда, да, это связано с производственным процессом, где, условно говоря, приезжают машины, и в этот день нужно разнести почту на 3 села. То есть, они их втроем взяли и разнесли, включая пенсию. Человек хочет ее вовремя получить. То вот это и мешает. Почему я сказал, что вот Черниговская область, которую мы перевели на полную занятость, дала возможность зарплату платить не 931 гривен, а на 0,25 ставки кучи людей, а 6500 плюс премии одному человеку, и найти проще для него или для нее, это основная работа. Поэтому целевая численность будет зависеть от модели. Конечно, ее должно быть меньше. То есть, самое главное, что она должна быть адаптивна. Снижается количество клиентов, снижается количество сотрудников. Вы говорили, что сотрудники не стремятся к тому, чтобы уж истерить свои официальные доходы. Да. Какая доля примерно придерживается старых взглядов? Ну, как я сказал, Чернигов показал, что только 5% сотрудников согласились перейти на полную занятость, гораздо большее деньги. Вы как гендиректор акционерного общества можете как-то влиять, когда сами работники не готовы переходить к эффективной модели, просто явочным порядком нанимать тех, кто готов, и увольнять тех, кто не готов? Вы знаете, сложность Укрпочты в том, что я должен выбирать из тех, кто есть в этом селе. Подчеркиваю, пока мы не перешли на передвижное отделение. Передвижное отделение дали возможность расширить нам поиск кандидатов и совсем другое качество кандидата. Представьте, что в селе живет 200 человек или 300. Я должен найти трезвого человека, которому не страшно отдать в руки пенсию. Точнее газеты, только деньги. Который согласится или может работать почтальоном. Поэтому я, к сожалению, оперирую в тех рынках, где это тот случай, где выбор идет иногда между закрытым отделением и открытым с плохими сотрудниками. Или между честным и профессиональным. Поэтому здесь я влиять могу опосредственно. То есть для меня, я почему так продвигаю этот проект передвижное отделение. Поверьте, он был очень непопулярный. Шины нам там жгли и что угодно. Он вызвал страшные политические партии. А кто же? Политические партии определенные. Смотрите, система работала. Вы глава сельрады. У вас своя ластоноша на 0,3 ставки. Своя. Вы ее контролируете. Она вас любит. Теперь приезжает вот эта бездушная ластоноша за 6,500. Делает свое дело и уезжает. Она не участвует в местных разборках, выборах и так далее. Она занята тем, что она делает свою работу. Но это же disruption, так называемый. Или люди жаловались, что она приехала, я в это время даю корову. Дестабилизация. Дестабилизация. Дестабилизация того уклада, который был. Ходила она, не ходила она. Может, она ходила действительно, когда корова не доилась, а не ходила, когда должна быть. Поэтому они жили совсем другая жизнь. У нас как-то корреспонденты, которые, кстати, были к нам отрицательно настроены, говорят, мы хотим с вашим почтальоном пройти в Черниговскую область. Говорят, выбирайте сами, чтобы не было этого. И пройдите. Через полтора часа корреспондент звонит. Она уже забыла ту дельницу, которая должна была пройти. И уже хотела корову идти дыть. Потому что она давно не ходила. Они адаптировались. Кто кому-то звонил, кому-то заходил. Совсем другая жизнь. Понятно, что когда вы ставите это на контролируемой с GPS-ом рельсе, когда кто куда приехал, да, это… Бездушная капиталистка. Понятно, что мы, например, не ожидали, конечно, настолько неподготовленной инфраструктуры. Ну, смотрите, отсутствуют карты дорог. То есть карты дорог за пределами городов их нет. То есть мы, по сути, наняли шесть человек с телефонами, не ездили, протоколировали, где заканчивается дорога, или уже дерево давно лежит, как объехать. Нет адресов. Мы сейчас мелки купили почтальонам, они на заборах пишут адреса. И так далее, так далее. То есть вот инфраструктура за пределами городов настолько, к сожалению, ну вот в таком состоянии, в котором она есть, что это мы недооценили. Теперь мы это знаем. Мы знаем, что в самых больших селах мы интернет не везде нашли. И так не везде 80% нашли, 20% не нашли. С учетом 3G-сигнала. Даже 3G-сигнал не везде ловит достаточный для передачи платежа. Мы не говорим о каких-то космосе и камерах, мы говорим, платеж, что передай. Поэтому мы теперь четче понимаем, это же до 2000 населения, да, еще есть теперь 2000 минус. Поэтому мы понимаем состояние этой инфраструктуры. Мы еще более уверены, что кроме нас это реально никто не сделает. Да, с онлайн-офлайн вариантами и так далее, но это действительно единственный вариант, это сделать дешево, доступно и для того, чтобы действительно соединить страну. Вспоминаю былины Илью Муромца, который к князю Владимиру Красносолнышку добирался сквозь непроходимые леса. Это очень похоже на нас, да. Очень похоже, да. А кто вообще может вами руководить? Кто может вам сказать, там, Игорь, сделайте так и не иначе? Я просто помню, как президент Порошенко на камеру рассказывал, что мы не допустим, не позволим сокращать сельских почтальонов. Ну, кто? Есть акционер государства. Наверное, не мне лично, а, наверное, укрпочте акционер через СНАП-совет и так далее может принять какие-то определенные решения. Мое право, как гендиректора, с ними согласиться, либо не согласиться, и там уйти или остаться. То есть я считаю, что гендиректор не должен держаться за свое кресло, для нее должно быть свое видение, как это должно быть. Поэтому, если оно расходится, то, честно, было бы уйти. Поэтому, кто там, что будет должен, я сказал, государство действительно может определять. Я сказал, я ведь когда и по своему контракту, и по почтальонам, я сказал, ребят, государство, пожалуйста, определяйте. Как хотите, так и определяйте. Хотите, не платите, но тогда не будет почтальон. Хотите, платите, и почтальоны будут. Умейте право содержать убыточное отделение. Государство во Франции содержит, в Словакии содержит, в других местах содержит. То есть государство, как акционер, может принять любое решение. Оно мне может понравиться, но мне может не понравиться. Это понятно. Ну вот смотрите, что этот эпизод с Порошенко, когда он на камеру, ну понятно, что ведет компанию, типа, как бы отдает приказ Укрпоште. Вы тогда были в кабинете, да? Это про что было? Про вот сеть этих сельских почтальонов. Вы были в кабинете. Конечно, да. Вы просто... Ну там же не все входит. Я понимаю, я понимаю. Ну то есть для вас это что было, приказ или это вы просто пришли и помогли человеку, там, компанию свою политическую вести? Нет, смотрите, не вопрос политической, как я сказал, да, беседа была она гораздо шире и тот факт, что действительно после вмешательства Порошенко, объективно, вот эта доплата за тариф по доставке пенсии, она же была сделана. Да, ну как-то вот до этого не получалось, в общем, годами, да, а тут было сделано. То есть я не действительно Укрпочта впервые не участвую в политической компании. Можете зайти в любое отделение, вы не увидите впервые за 25 лет ни одной политической рекламы, ни одной. Я ее запретил. Поэтому мы не участвуем в политической деятельности. Но обсуждать с государством как с акционером, но иногда, к сожалению, да, у нас тоже в Укрпочте не все так работает на уровне условных регионов, как и должны работать, и вопросы на меня поднимаются. Поэтому здесь, да, с президентом было обсуждено, я показал детали, я показал цифры, и тот факт, что государство согласилось с тем, что таки, да, надо доплачивать за то, чтобы эта сеть осталась, ну, наверное, показалось. То есть вы использовали президента как своего лоббиста? Ну, в конце концов, он же как представитель акционера, да, если же на то говорить, то здесь, как я сказал, жизнь, она ни черная, ни белая. Вот, наверное, то, что я научился на этой позиции, и реформы в белых перчатках тоже никто не сделает. Это уж абсолютно однозначно, ну, они не получаются, в Украине уж тем более. Поэтому моя задача сделать так, чтобы это было эффективно, моя задача, чтобы работала Укрпочта, чтобы росли показатели, у меня были деньги, чтобы оплатить людям зарплату, потому что, да, иногда это может и не быть. И самое главное в договоренности с властями это не личный интерес, а почему меня, наверное, не любят, я все время про цифры, да, то есть такой вариант, есть такой вариант. Вот на это есть деньги, на это нет денег, да, вот выбирайте, пожалуйста, вот нельзя вот так, можно так или так. Поэтому вот моя роль здесь, наверное, объяснять, когда удачно, когда неудачно, наверное, ну, каждый их учится. Три главных разочарования, которые вы, с которыми вы столкнулись за те три года, что руководите Укрпочтой? Почти три года. Не так много людей, наверное, самое важное, не так много людей, которые думают так, как мне хотелось думать. Скажем так, их система ценностей находится очень далеко от моей, для того, чтобы продвигать те реформы, которые нужны стране, в которых я абсолютно уверен, что они нужны стране, именно такие. Их очень мало. Это, наверное, первое разочарование. Второе, не так много людей во власти, которые готовы слышать и слушать, которым интересно долгосрочные, то есть не за пределами трех месяцев года, или там политической кампании. Инфраструктурные кампании не могут строиться в рамках года. Да, это просто невозможно купить ничего за этот период. Поэтому вот количество людей, к сожалению, во власти, которые готовы смотреть с долгосрочным, хотя бы пятилетним горизонтом, это разочаровало. Я считал, что вот я когда приду с цифрами, покажу логику, расскажу, как будет хорошо. Их будет больше, их, к сожалению, меньше. Здесь, действительно, надо дать должное, министр поддерживать, наверное, те реформы, которые были, без поддержки министерства, они были невозможны. Кстати, есть ли нам совет, нет ли нам совет? Я абсолютно точно могу сказать. Если у вас, как у руководителя любой компании государственной, нету хороших взаимодействий с министерством, может быть, офигенным реформатором, ничего у тебя все равно не получится. Поэтому надо реалистично на это смотреть. Ну и третье, состояние инфраструктуры, как у Карпочты, когда я сюда приходил, так и страны. То есть, вы шли на другую работу? Знаете, когда ты смотришь на баланс эти 3600 машины, через 2 недели ты узнаешь, что ездит, это всего 2500, или когда у тебя всего 20% отделений подключены, но из них 20% компьютеров старше 15-20 лет, или когда не ловит интернет нигде, или там вообще 3G сигнала нет. То есть, вот, наверное, вот эти три, это то, что, ну, вот такие тресные. Хорошо, а там, не знаю, 3 или 2 или 1 приятных сюрприза, да? То, чего вы не ждали, но как-то оно встретилось, случилось, произошло. Я в этом кресле больше, чем я рассчитывал. То есть, вам нравится это кресло? Вы знаете, не кресло, оно драйвит, оно нелегкое, как я сказал, я вот все же не обещаю, что буду спать больше, чем 4 часа в день. И команде я изначально говорил, смотрите, каждый день может быть последний. Вот давайте каждый день попробуем сделать что-то прикольное. Такой уникальный опыт, такая уникальная компания у многих из нас может дальше быть. Мы будем зарабатывать гораздо больше денег, будем иметь гораздо меньше геморроя с прокуратурами, с СБУ и все прочее, когда мы уйдем из государственного сектора. Но такого проекта, что бы вы ни делали, это влияет на миллионы людей, на десятки тысяч семей, даже которые ругают вас матом и обсуждают вашу зарплату. Но по факту их жизнь становится лучше каждый день. Такого проекта может и не быть уже. Поэтому мы с вами обсудили, как можно изменить жизнь страны. Представляете, когда, даже BBC снимала репортаж, когда впервые иностранного производства новая машина приехала в село, и бабушка со слезами встречает. Она говорит, что до меня же не доходило уже целый станок, что давно, привезла, а теперь еду. То есть, когда люди собираются к нам, и впервые поставили компьютер в селе, и теперь они могут. То есть, вот такого рода вещи, которые мы делаем, которые, ну вот их сложно, это деньгами нельзя померить. Поэтому вот то, что удалось дойти так долго, наверное, потому что мы не боялись уйти в любой день. Мне сказали, что один из самых долгосрочных руководителей Укрпочты за это время, я, по-моему, десятый за 12 лет. Я так понимаю, что руководитель Укрпочты всегда был привязан к премьер-министру. Да, к политическим циклам. Вот, поэтому вот это, наверное, самое приятное. Приятно, когда поддерживают миноритарное количество людей. Это учишься. Когда тебя поливают грязью, ты учишься. Конечно, я реагировал, когда пришел сюда, на каждый пост в Фейсбуке или на каждую негативную статью. Сейчас я уже... Заматерял. Сейчас это уже, ну, скажем так, понятно, что уже выработалось какое-то спокойствие. Да, это обидно. Кстати, те, кто хочет идти или в политику, или в государственный даже сектор, должны базово понимать, что, к сожалению, и социология Украины, и отношения людей, оно будет вот такое. Все хотят реформаторов-волонтеров. Может, обожать, ну, максимум чуть-чуть получали, так, на еду, чтобы хватало, но ни в коем случае. И все реформы не должны касаться меня. Вот вы тут вокруг все реформируете. А вот меня не трогайте, ты портишь отношения с людьми. Так, мы опять переходим к неприятным. К неприятным. Ну, из приятных, я сказал, вот, наверное, это. И мне приятно, что я смог собрать команду людей. Мы стали брендом, чего, наверное, я даже так, наверное, не рассчитывал. Люди, которые хотят прийти. Хотят прийти работать где-то со мной, где-то в Укрпоште. Вы Укрпошта или ваша команда? У команды, наверное. Ну, даже если независимый рейтинг, где мы номер один, единственная государственная компания, «Мост Дизайнер Эмплойер». То есть, поэтому то, что это удалось сделать в советской такой совковой, наверное, компании за этот срок, наверное, это такой приятный сюрприз. Вообще-то, это занимает дольше времени. А что нужно сделать на уровне государства, да, для того, чтобы, наконец, Украина перестала быть плохим примером и стала потихоньку становиться хорошим? Что нужно, чтобы в Украине начался экономический бум? У меня есть свое видение этого вопроса, но, наверное, не очень популярным. Я более проамериканский человек, чем проевропейский. Главное, что не пророссийский. Нет, это точно нет. Я всегда задаю вопрос, когда перед молодежью меня часто приглашают выступать, задаю свой любимый вопрос. Назовите мне топ-10 компаний из Евросоюза, мы же Евросоюз идем, которые выстрелили за последние 10 лет, которые стали известны. Вот не старая Европа, там, Сименс, Аустам и так далее, а новая. Обычно тишина в зале. Я говорю, а американских назовите 10? Нет проблем. Это же ведь не случайно. Это не случайно, потому что по-другому строится социология, по-другому строится подход к экономике. В Европе сделано все, чтобы тебе, как маленькому бизнесу, помочь. Бесплатные кредиты, бесплатная аренда, все что угодно, так уже что-то работает. Я даже жил во Франции с женой, безработным присылают уборщицу два раза в неделю, чтобы было время поискать работу или бизнесом заняться. В Америке три из четырех бизнесов закрываются в течение первых двух лет. Три из четырех. Но вот тот один, который остается, сделано все, чтобы он стал звездой. Профсоюзов нет, низкие кредиты, Venture Capital, нет трудового кодекса. Это моя пейнт, трудовый кодекс, я считаю это просто. Это то, что мешает стране развиваться. Это то, что защищает людей, которые не хотят работать, и мешает платить больше тем людям, которые хотят работать. Все же хотят, чтобы в Укрпочте улыбались. Слушайте, трудовой кодекс 1972 года, как вы можете понять? Не, не, а какого бы он ни был, в Европе другого года. Но нельзя сейчас, понимаете, вот смотрите, мы же с вами знаем социологию и демографию, да? Через пять-десять лет за любым дышащим сотрудником будут бегать десять работодателей. Кого надо защищать? И все хотят, чтобы Укрпочта улыбалась. Вы же когда заходите в отделение, хотите, чтобы улыбалась. А у меня шесть месяцев занимают уволить сотрудника, который хамит. То есть у меня СБ, юристы, бухгалтера, HR-ы, все работают на эту цель. Вместо того, чтобы взять все эти деньги, которые я им плачу, уволить их, взять все эти деньги и заплатить лучшим, чтобы мои лучшие девочки в Польшу не уехали. Получается, я это трачу, не могу им заплатить, потому что я буду неконкурентен. Я это трачу на весь этот непонятный совковый бэк-офис. Не надо, в Америке нет. Я говорю, ну как вот страна, которая самая пока мощная экономика в мире, живет без трудового кодекса? Ну вот как, они же не знали, что он нужен. Потому, наверное, и живет. И второй момент, как я сказал, я юрист все-таки по первому образованию американскому. И вот мне бы очень хотелось, чтобы мы адаптировали англо-саксонскую систему. Почему? У меня тоже есть на этот счет своя точка зрения. Европа развивалась замечательно, когда экономика менялась не так быстро. Да, во Франции, в Италии, в Германии. Можно было собрать 300 адекватных человек в парламенте, чтобы проголосовать за правильный кодекс. Да, и жизнь позволяла его потом внедрять. Сейчас в условиях популизма, в условиях быстро изменяющейся среды, собрать 300 человек в парламенте, которым объяснить, что такое блокчейн, intellectual property, биотехнологии, IT, ну, со скоростью просто нереально. То есть, это кодексная система, она не позволяет быстро развиваться. В Америке нашли адекватного судя у Делавери. Он принял решение, может быть хорошим, может быть плохим, но оно точно принято. И вся индустрия знает, как развиваться, вот эта uncertainty убрана, оно позволяет быстро. Поэтому вот отсутствие трудового кодекса, можно быстро брать людей, быстро увольны. Как раз же в Америке большая дискуссия про судьи, которые законодательствуют. Ну, знаете, это гораздо проще, когда человек профессиональный подходит к этой точке зрения. Еще раз, он может принять плохое решение, может хорошее, да, для этого есть Верховный суд, в крайнем случае. Это лишь решение. Ну, это решение. И это решение адекватно, оно построено на бизнес. А когда вы собираете 400-м людям в Верховной Раде попытаться объяснить вещи, которые действительно сложные, они действительно требуют определенного уровня образования, они не социологией решаются, они решаются просто конкретными вещами. Поэтому вот мне бы хотелось, я не верю, что это возможно, скажем так, массовым голосованием, давайте туда перейдем. К сожалению, мне хочется верить, что вот непопулярные реформы будут делаться непопулярным меньшинством, которое будет не бояться за свое кресток. Я сказал, ведь те реформы, которые мы делаем здесь, нифига не популярны среди наших сотрудников. То есть, нас поддерживает меньшинство. Но вы же делаете для миллионов, а не для 70 тысяч. Да, но голосуют вот эти. Да, то есть, условно говоря, когда... Другие тоже голосуют. Проблема в том, что эти просто более loud minority, да? Да, но имею в виду, что когда мы обсуждаем, вот мы стали платить больше, лучше. Вы не представляете, их ненавидят. Не меня уже, их. Когда мы стали платить, раньше все были одинаково. А теперь их ненавидят. И вот это беда. Снимаем? Снимаем. Которые, как я думаю, интересны вам. И это герои, которых предлагаете вы. Поэтому для того, чтобы у нас были еще более интересные герои, еще более интересные вопросы, включайтесь. Подписывайтесь на канал Крым. Крыточное мысление. Предлагайте своих героев. Предлагайте свои вопросы. Подписывайтесь на канал Крым.